Друзья, перед началом видео попрошу вас сделать мне подарок на Новый Год и подписаться на мой дзен. Насколько я слышал, там с монетизацией всё поудачней. Всех заранее благодарю и приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами, как всегда, Кин, и вот наступил Новый Год, с чем я вас и поздравляю. И вновь я делаю обзор на русский сериал, и вновь от Кинопоиска, и вновь посмотрев пока что вышедшие 4 серии. О чём я сразу вас предупреждаю. Итак, включайте компы. Вас ждёт... Знакомьтесь, Денис. Замкнутый в себе школьник, живущий с беременной мамой и мудаком-отчимом. Друзей у Дениса нет. Но есть прессующий его хулиган и девушка, в которую Денис влюблён. Надь, ну отпросись. Да я бы с радостью. Не желая тратить время на учёбу, Денис постоянно пропадает в компьютерном клубе, оттачивая скиллы в игре, готовясь к турниру, о котором он мечтает. И, к слову, у Дениса есть все шансы, так как игрок из него довольно неплохой. Но. Его жизнь кардинально меняется, когда в ней появляется шрам. Аватар Дениса из игры, которого видит только он. И шраму не особо-то нравится происходящее жизнью Дениса, а поэтому он решает ему помогать. Ну а что из этого выйдет, вы узнаете в сериале. Дениса из игры. И на игре. Это я всё веду к тому, что я не буду топить за новизну идеи. Но хоть данная идея и не нова, как бы то ни было, проектов таковой тематики не так много. А поэтому она не заезжена и есть где развернуться. И при просмотре сериала не возникает чувства, что вы смотрите то, что видели уже кучу раз, но под новым соусом. В этом плане сериал воспринимается довольно самобытно. И ближайшее, с чем я мог бы его сравнить, это Геймер и... Зайцев плюс один. Что? От Геймера тут брутальный мужицкий мужик Шрам. В исполнении Романа Курцина. Управляемый школьником Денисом Артёмом Кошманом. Только в отличие от хмурого 24 на 7 кейбла, Шрам постоянно прикалывается, стебёт всех и сыплет астротами. Постоянно подталкивая Дениса к действиям. Да! Сыграешь жирным на деньги. Можешь, конечно, свою жопу продать, но я бы поставил на твои сильные стороны. Сторону. Это всё из-за тебя. Я здесь при чём? Ты сказал паспорт украсть. Я сказал украсть и с***ться. Хорош саль. Бери стул и по ебалу. За школой закопаем. И признаюсь честно, мне такой юмор по душе. А поэтому я просто кайфовал от каждого появления Шрама. Ну а от «Зайцев плюс один» тут взаимодействие Шрама с Денисом. Схожее с взаимодействиями Фёдора и Саши. Если бы они не менялись местами. К слову, в некоторых сериях такое было, поэтому я сразу про них и вспомнил. Да брось. Я больше так не буду, честно. Пойдём мы нормально затусим. А? Давай. Что касательно актёров, как я сказал ранее, Курцин тащит на себе сериал. И каждое его появление подобно фейерверку. Отчасти это заслуга харизмы Курцина, отчасти подача его персонажа. Но остальные актёры также не теряются в серой массе. Да, их персонажи выглядят не такими интересными на его фоне. Но именно персонажи. Актёры же отыгрывают просто прекрасно. Похожая ситуация была в конце света. Только там, в некоторых местах, проседала именно актёрская игра. А на фоне Колокольникова это так вообще бросалось в глаза. Мам! Во мне всегда эта кровь лилась, эта тёмная. Меня всегда на сторону зла тянуло. Класс! Здесь же такой проблемы нет. Хотя признаюсь. Поначалу я думал иначе, и мне казалось, что актёры не вывозят. Но потом, мне подсказали смотреть немного под другим углом. А именно, вспомните. По сюжету, шрама в сериале видит только Денис. Для всех же остальных, его нет. Но в реальности-то Курцин есть. И актёрам нужно было отыгрывать серьёзные мины, не обращая внимания и не замечая всю дичь, что он творит. И как мне кажется, это было очень сложно. Но ребята справились просто на ура. И смотря сериал, действительно начинаешь верить, что его никто не видит. Чувак, если ты сейчас не грохнешь ментов, не украдёшь у них тачку, на ней не собьёшь шкуру и не заберёшь себе бабки, ты меня не достоин. Что же касательно минусов, то хрен его знает. И я как таковых явных для себя не увидел. Конечно, я бы мог зацепиться за бандитов и высказать претензию, мол, в русском сериале, если нет ментов, значит будут бандиты. И да, кстати, о чудо здесь нет сюжета с ментами. По крайней мере на момент выхода 4 серии. Значит, русские сериалы всё же можно снимать без них. Хотя, как я упомянул, бандиты здесь всё же есть. Но! Жирное но! Снова же на момент 4 серии у них нет толстой отдельной сюжетной арки. Линия бандитов здесь скорее мотивационная, заставляющая делать персонажей те или иные поступки, толкающие сюжет. В отличие от бесполезной сюжетной линии ментов в конце света, которую если вырезать и переложить парочку сюжетных моментов, к примеру, на проповедника, то по сути своей ничего не изменится. Если же здесь вырезать линию бандитов, то сюжет начнёт заметно перекраиваться. Да и как я сказал, линия бандитов, за исключением нескольких моментов, здесь скорее идёт фоном, подталкивающим персонажей. Не более. А поэтому лично я не увидел в сериале того, что могло бы меня затригерить или оттолкнуть. И на этом моменте я предлагаю подвести итог. Хэдшот не новый по своей идее, но всё же не плагиатищий, а скорее вдохновляющийся своим предшественниками похожего типа проект. Актёрский каст которого, хоть и не блещет громкими именами за исключением Курцина, всё же справляется со своей задачей на 100%. Юмор в сериале в принципе, как и в конце света, местами детский, местами дерзкий. И возможно, кого-то он даже оскорбит. Но всё же, конечно, если вам в целом интересны кино и сериалы про игры и становление личности, то я бы советовал вам его глянуть. По крайней мере, как я сказал, на момент четвёртой серии, как таковых минусов, лично я в нём не нашёл. И если же вы найдёте, то напишите в комментариях. Да, кстати, возможно, ярые геймеры словят отдельный кайф, или же, наоборот, кринж от моментов киберспорта. Возможно, даже увидят знакомые лица. Но сразу скажу, я от всего этого движа далёк. И смотрел сериал сугубо с кинематографичной стороны. Ну а на этом у нас всё, и всем большущее спасибо за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, будете ли вы смотреть этот сериал, или уже посмотрели, или почему не будете. И я же в описании, как всегда, оставлю всю основную информацию и ссылки. Не забудьте подписаться на Дзен. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока!